Приветствую вас, друзья! Меня зовут Шевченко Александр и это канал Академии Счастья. Сегодня поговорим о теме свободы, о том, как выйти из матрицы. На самом деле, что такое матрица? Мы ее представляем как нечто, что нас окружает, то есть иллюзия. И мы верим в эту иллюзию, мы верим в то, что так и есть. И, соответственно, мы становимся рабами этого. То есть, когда мы настолько сильно погружаемся в игру, что становимся как бы частью игры, то мы не видим ту часть, которая находится за игрой, за пределами, то есть сознание. А оно может быть полностью свободным. Оно скомано только своими суждениями. И вот когда есть суждение, что я это Саша и больше ничего нет, то есть нет вот этой видимости вне игры, то тогда получается, что на этом уровне нет возможности понять, как отсюда выйти. То есть, когда вы полностью отождествились со своим персонажем, то вы становитесь полностью частью игры. Это получается, как вы играете в компьютерную игру и считаете себя своим героем. Получается, вы не видите, что вы можете эту игру закончить, как игрок, и начать новую. Вот таким вот образом. Получается, на самом деле, каждый может это сделать. Каждый может закончить игру, потому что все мы игроки. Все мы это сознание. И даже, можно сказать, в более полном смысле, мы как единое общее сознание играем в игру. И вот эта разделенность, она нам помогает играть в игру. То есть, помогает в каком плане? Потому что игра, она основана на разделенности. На том, что есть определенные роли, есть определенные цели, барьеры, преодоление, достижение. Вот это игра. И когда мы разум скован этой игрой, когда он говорит, что вот есть только эта игра и больше ничего нет, получается, мы попадаем в эту матрицу и не можем выйти из нее, потому что считаем, что матрица – это все, что у нас есть, что у нас больше ничего нет, что выходить-то и некуда. Ну, закончим мы эту игру, и что у нас будет? А будет у нас свобода. Свобода принятия решений, свобода выбора. Потому что сознание – это гораздо большее, чем набор ролей в игре, чем вот это мнимое «я», которое здесь есть у нас в этой игре. Это гораздо-гораздо большее. И мы можем, каждый из нас, освободиться от вот этих суждений, которые сковывают нас в игре. В прошлом видео я говорил о квантовом сознании. Так вот, квантовое сознание – это как квантовое поле. Оно получается единое. Оно не разделено на вот такие вот субъекты, да, или объекты. Это единое поле, которое позволяет нам осознавать все в полноте. И когда мы видим эту полноту, то мы не делим вот так вот, знаете, как на точечную. То есть, да, мы можем сфокусироваться на игре, посмотреть, какая она, посмотреть, что в ней происходит, почему это происходит. Но мы уже смотрим по-другому на это с точки зрения сознания. Даже не с точки зрения, а из осознанности сознания. То есть, это сознание, которое огромное и которое, по сути, всеобъемлющее. И вот в этом сознании мы можем видеть игру целиком. То есть, не дробленную на какие-то элементы, а целостную, осознанную игру. Эта целостная, осознанная игра позволяет каждому из нас понять, что мы – это… Вот, ну, в игре – это частички, да, которые созданы, которые играют между собой. Как набор ролей, набор… То есть, тут даже уходит понимание «я», «другой», уходит вот это деление на хорошее, плохое. Вот. И квантовое сознание доступно каждому человеку. Потому что мы – это и есть вот это сознание. Когда мы убираем вот эти заряды, которые сдерживают нас в игре, то есть, вот фиксированные идеи, которые мы считаем, что мы должны быть какими-то правильными, или выполнять какую-то миссию, или должны довести игру до конца, или должны выполнять какие-то определенные правила. Все эти фиксированные идеи, когда мы от них избавляемся, рассматриваем их как есть, то есть, обнаруживаем, как они были созданы, убираем их. Вот и все. Вот так и происходит освобождение. То есть, достичь квантового сознания достаточно просто. То есть, важно убрать те сдерживающие нити, факторы, которые удерживают нас в этой игре. И, по сути, я как раз этим занимаюсь. То есть, я создал проект Академии счастья для того, чтобы помогать людям выходить из матрицы. То есть, я прошел сам этот путь от состояния забвения, незнания. И вот в течение 20 лет я постепенно, шаг за шагом, смотрел, как это происходит. И выходил из состояния забвения, состояния незнания, в состояние осознанности, счастья. И когда я достиг этого состояния, я начал помогать другим проходить. Потому что очень важным моментом является достиг сам определенного состояния. Потом помогаешь другим. И это тоже процесс обучения, тоже процесс познания мира. Потому что вот в таком виде это как раз и очень хорошо взаимодействует. То есть, потому что я и другие, это как одно целое. И получается, я помогаю другим, помогаю себе и помогаю общему. И вот эта помощь общему, она тоже очень важна. Поэтому, так и говорят, начинаешь с себя, потом помогаешь другим. И вот когда я прохожу по этому пути, я чувствую реализацию, я чувствую счастье. Я чувствую, что это помогает, что это действительно ведет к освобождению. Давайте сделаем небольшую практику, чтобы увидеть, как это работает. Сядьте в удобном месте, закройте глаза, почувствуйте пространство, ощутите себя в этом пространстве, ваше тело в этом пространстве. И почувствуйте, какие есть фиксированные идеи, факторы, которые сдерживают вас в игре, которые говорят вам о том, что вы должны непрерывно играть, что это все так и есть, что это вот реальность, она единственная. Это может быть любое суждение, какие-то любые вещи вылазить. То есть, просто прочувствуйте это. Что вас держит в игре? Это может быть все, что угодно. Там, я должен выполнить свою миссию. Или у меня там есть семья, я должен о ней заботиться. Или у меня там есть, не знаю, любимая работа, или что-то еще. Все, что удерживает вас в игре, посмотрите на это. А потом, когда вы прочувствовали это максимально, посмотрите, как это образовалось. Как вы приняли эти суждения? Откуда это пришло? Возможно, кто-то вам сказал об этом. Или вы сами в какой-то момент решили. Посмотрите, как это образовалось. И когда вы увидите, как это образовалось, Дайте возможность этому исцелиться, рассоздаться. То есть рассматривайте это и смотрите, как это образовалось, откуда это пришло. И это постепенно уйдет, это постепенно будет рассоздано. Таким образом происходит рассоздание любой фиксированной идеи в любом случае. Просто дайте возможность этому исцелиться. Не напрягайте это, не фиксируйте это, а посмотрите на это и пусть оно исчезнет. Как в квантовой физике, то есть когда две вещи занимают одно и то же место в пространстве, они аннигилируются. То есть это как вещество и антивещество. Да, происходит выброс энергии, но в уме он достаточно небольшой, поэтому да, вы его можете почувствовать. Но это будет небольшой выброс энергии, потом наступает состояние легкости. И вот когда состояние легкости наступило, можно закончить сессию, поблагодарить себя, пространство и наполнить его любовью и светом, золотистым светом. На этом, друзья, мы завершили практику и будем на сегодня заканчивать это видео. Если оно было вам полезным, то ставьте отметку «Нравится», подписывайтесь на мой канал, включайте колокольчик для напоминаний и поделитесь этим видео с вашими друзьями. И, конечно же, в описании моей книги «Мир и вечного познания» и «Полное исцеление», которые расскажут гораздо больше о квантовом сознании, о исцелении, о процессинге, я рекомендую их почитать по ссылкам в описании. Также там есть все мои контакты, вы можете написать мне в личные сообщения, добавиться в друзья в соцсетях, и я открыт к общению. Если у вас есть желание, то мы сделаем бесплатную консультацию, где я расскажу подробнее о том, как можно улучшить свое состояние, выйти из матрицы, от фиксированных суждений уйти и стать свободным и счастливым, здоровым человеком. Сейчас на экране у вас появились мои видео, это о процессинге, об исцелении, посмотрите их, подписка на мой канал и мой сайт, где больше информации обо мне, о методиках, которые я использую. Я вам желаю счастья, гармонии, осознанности, а мы увидимся с вами совсем скоро в следующем видео. Меня зовут Шевченко Александр, и это канал Академии Счастья. До скорой встречи, друзья!